Всем привет! Сейчас будем делать салат с китайской капустой, но для начала нам нужно ее разрезать. Это очень необычный салат. Надо хорошо отрезать попку. И разрезаем саму капусту. Ну то есть не листьями ее едим, а разрезаем на кусочки. Ее обычно добавляют в салат Цезарь, а мы сюда. Некоторые листья розовались, но надо попробовать. Сейчас добавляем салат в кастрюнку. Точнее капусту, но не такую зевереную. Китайскую. Хотя китайцы славятся тем, что они едят обычно такую острую пищу, кислую, соленую. А эта капуста даже с жилой качаной не сравнивается. Так, ладно, это оставим, потому что у нас уже целая кастрюнка. Так, капусту порезали. Теперь нам нужна помидорка. Режем помидорку. Продолжение следует. теперь добавляем туда отдельно выбрасывать все помещение луком вот 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 добавляем сюда лук, теперь берем ветчину, ветчина нам подходит практически любая так, интересно она в шкуре или без шкуры, вообще не понятно да, ветчина в шкуре, может такую не разу еще не драли не знаю, напишите в комментариях, что вам больше нравится ветчина или колбаса, мне больше нравится ветчина так, теперь разрезаем ветчину на кусочки так, теперь берем ветчину на кусочки так 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 теперь выкладываем наш картофель в салат, стараемся, чтобы ничего не высыпалось, но не обязательно теперь добавляем майонез и аккуратненько все делает, туда вмешиваем, перемешивая между собой капуста сейчас сядет где-то через минуту, через две, когда я это все перемешаю, будем готовы так, все, наш салат готов вот такой вот вкусный и большой салат получился всего за 20 минут спасибо вам за просмотр, с вас подписочка, палец вверх пока-пока пока